А, нет, мы, видимо, продолжаем. Это Юлия Олеговна Емельянова у меня в гостях. Здравствуйте! Учитель английского языка, школа номер 5, Колпашево, там, Томская область. Здравствуйте! Я вижу у вас что-то на фоне очень красивое. Да, а вы в школе еще находите. Смотрите, как вам повезло сегодня. Конечно, да. Второй год подряд мы оформляем доску для моих выпускников, чтобы создавать им праздничное настроение. Поэтому пусть сегодня онлайн это настроение передается и всей России. Я хочу обратиться к выпускникам этого года. Уважаемые ребята, выпускники 2020 года. Если вы знаете, а я уверена, вы знаете, у американских школьников есть такая возможность GAP-EAR, когда они не поступают сразу после школы, а используют этот год для того, чтобы путешествовать, для того, чтобы работать, не пробовать и определяться со своим будущим. У нас в России эта практика не очень принята. И поэтому я считаю, что вы по-настоящему уникальный выпуск, потому что у вас была замечательная возможность два месяца провести наедине со своими мыслями, мечтами, сомнениями. И, наверное, для вас период самоизоляции стал по-настоящему периодом самоопределения. Если вы помните свою первую линейку, а я уверена, вы помните, то наверняка вы слышали песню «Учат в школе, учат в школе». Так вот, сегодня, наверное, тот самый день, когда пора ответить на этот вопрос. Действительно, а чему меня научили в школе? Если бы вы задали мне этот вопрос, я бы на него без сомнения ответила. «Человечности». Я училась в маленькой сельской школе в Бурятии. Джида, привет, если меня оттуда кто-то слушает. Мой первый учитель, Малова Ирина Сергеевна, она, конечно, учила нас читать, писать, считать. Но прежде всего она учила нас оставаться человеком в любых жизненных ситуациях. И вот прошло уже почти 30 лет с того момента, как я закончила начальную школу. Но до сих пор все свои поступки я оцениваю именно с этой позиции. И уже 16 лет я учу этому своих учеников. Рассказывают, что один учитель на доске однажды нарисовал единицу и хотел преподать своим ученикам урок. И он её показал им и сказал, смотрите, это человечность, это самое ценное, что есть в вас. Если мы добавим ноль, это будет любознательность, которая, умноженная на человечность, добавляет вам ценности. Дальше мы добавим опыт, и вы станете ещё ценнее, ведь вы стали мудрее с каждым следующим... А потом уж баллов надо приписать, да? Воспитание, образование, всё это делает вас более и более ценным. Но если мы уберём отсюда единицу, у нас останутся одни голые нули. А это значит, что без человечности всё это не имеет смысла. Все мы выносим из школы разные уроки. И я уверена, что эти 11 лет вас, ребята, окружали разные учителя, вдохновляющие, открывающие новые горизонты, зажигающие своим предметом. И я надеюсь, что кусочек этого огня вы понесёте на протяжении всей своей жизни. И пусть он дальше освещает вашу дорогу. Смело идите вперёд. Слушайте своё сердце. Спасибо огромное, Юлия Олеговна. Очень было приятно вас услышать. Спасибо большое. С праздником. С праздником вас. Я думаю, все возьмут на заметку сейчас вот эту вот манипуляцию с листочком. Я вот себе точно. Это какой-то такой образовательный фокус, я бы так сказала. Субтитры создавал DimaTorzok